Всем привет, мои дорогие подписчики, гости моего канала. Мой канал называется Diamond Dream. И сегодня я хочу снять видео для людей, которые понимают, что тема Таро, эзотерики и Таро в частности, очень-очень захватывает их. Возможно, вы испытываете давно интерес к этой тематике. Может быть, вы заинтересовались темой Таро не так давно, но интерес этот стремительно развивается. И вы понимаете, что всё больше и больше хотите обучиться делать расклады самостоятельно, хотите понять суть вещей глубинную, хотите получать помощь в виде очень мудрых подсказок от мудрейшего инструмента, древнего эзотерического инструмента Таро. Возможно, хотите сделать это занятие в своей профессии, но вы новичок, и вы стоите в самом-самом начале пути, и не понимаете вообще, с чего начинать. Судя по тем вопросам, которые задают люди, которые приходят ко мне на обучение, либо просто в личке меня спрашивают новички, первое, о чём вообще не имеет представления новичок, это какую колоду выбрать среди огромного разнообразия колод Таро, которые сейчас предлагаются на рынке. И какие ещё можно подключить ресурсы, возможно, литературу, возможно, какие-то интернет-ресурсы для того, чтобы как можно быстрее войти, ну, стать профессионалом, да, по крайней мере, хотя бы получить первые какие-то знания, впоследствии стать профессионалом, как можно более комфортно в эту тему войти. И сегодня я вам расскажу как раз, у меня здесь на столе представлены колоды, которые не стоит заказывать новичку, и колоды, которые стоит заказывать новичку. Вначале я вам хочу сказать о том, что вы должны чётко понимать, что Таро, что такое Таро, что такое колоды Таро, и чем они отличаются от остальных. Я так вам простенько сейчас расскажу. Давайте будем считать, что на рынке сейчас представлены карты в виде игральных карт, в виде колод Таро, оракульных карт, и это система Ленорман. Вот давайте пока эти возьмём направление 4. Когда вы обучаетесь Таро, вам, естественно, не подойдут обычные игральные карты, вам не подойдут оракульные карты, с которыми мы работаем больше интуитивно, и к Таро они мало имеют отношения. Вам не подойдут карты Ленорман. Я вам покажу вот сейчас колоду, как пример. Это колода Ленорман. Система Мадам Ленорман – это абсолютно другая система. Вот просто как пример колода Ленорман. Очень часто меня спрашивают, а когда я изучу Таро, смогу ли я работать в Ленорман? Когда вы изучите Таро, у вас откроются, конечно, огромные ресурсы. Интуитивные, ассоциативные, но всё-таки Ленорман – это абсолютно другая система. Поэтому, когда вы изучаете Таро, это не Ленорман. Для кого-то это кажется понятным, простым и понятным, а кто-то этого недопонимает, и меня очень-очень часто об этом спрашивают. Так всё-таки, что такое Таро? Классическая колода Таро состоит из 78 карт арканов, 22 старших аркана и 56 младших арканов, в том числе придворные арканы. И когда вы только начинаете приступать к изучению Таро, вам необходимо покупать именно простую классическую колоду для того, чтобы изучить значение всех арканов досконально. Я приведу вам пример. Это не значит, что вы должны покупать именно такую колоду. Это моя первая, самая первая колода, и я не ошиблась с выбором, хотя тоже была как слепой котёнок и не понимала, какую колоду взять. Эта колода называется «Универсальная Таро». Выглядит она вот так. Здесь у нас в каждой колоде две обёрточные карты. Кстати, пустую можете использовать. Я никогда не использую пустую карту, но если хотите, можете использовать. И вот они, пожалуйста, с вот такой рубашечкой карты. Этой колодой я пользуюсь уже год, почти год. И, как видите, она ещё в хорошем состоянии. Кое-где потертости есть, но, в принципе, в прекрасном состоянии. Выглядят эти арканы вот таким образом. Это простые рисунки. Эта колода разработана, знаете, наверное, называется колода Райдера Уэйта. Я не буду вдаваться в подробности, но вам нужно запомнить, что для новичка нужна простая классическая колода Райдера Уэйта. Каждый аркан имеет глубинное значение. Вот у нас младший аркан «Тройка жезлов». И именно это значение вы должны чётко изучить, понять именно по посылу этого аркана, по посылу картинки. Вот старший аркан «Отшельник». Вот у нас младший аркан «Шестёрка мечей». Я вам немножко покажу некоторые арканы «Королева мечей». Простые, казалось бы, простенькие арканы, но в них скрыт огромный смысл, огромная сила. И вот именно это вам и нужно понять, какую энергетику несёт каждый аркан. Тщательно изучить значение каждого аркана. И только после того, как вы изучите классическую колоду Райдера Уэйта, вы сможете подключать к своей работе абсолютно любую другую колоду. Сейчас я вам буду показывать другие колоды, которые не подходят, в том числе для новичка. Итак, повторяю, это вот моя первая колода «Универсальная Таро». Я очень её люблю, я её использую на личных раскладах. Я очень активно вообще классику использую и очень люблю. Честно говоря, меня больше к классике тянет. Хотя у меня очень много, у меня больше 40 колод разных. Теперь давайте посмотрим ещё. Вот эта колода «Золотой Таро», допустим, тоже подходит, потому что здесь тоже простые арканы. Те же самые арканы, но немножко в другой обработке. Отрисовка такая же абсолютно. Но здесь другая рубашка, чёрная красивая рамочка и золота много на этих арканах. Если вы не хотите такую вот простенькую брать, можете взять что-нибудь покрасивее, допустим, золотое Таро. Но это те же простые арканы колоды «Райдер Уэйта». Вот они. Вот эти вот арканы вы должны знать на зубок. Если вы не знаете классику, вы будете как слепой котёнок долгие годы. Конечно, если у вас есть дар особый, и вы видите карты, знаете, берёте информацию из потока, даже не зная значения арканов, вам повезло, так и вы один из миллиона, то можете начинать, конечно, с любой колоды. Но я опять-таки повторюсь, один из миллиона, наверное, человек такой. Всем остальным обязательно нужно изучить значения классических арканов Таро. А такая колода также подойдёт прекрасно для новичка. Есть ещё одна очень неплохая колода у меня в арсенале. Это лично у меня. У меня около десяти классических колод. Я вам просто показываю те, которые самые подходящие. Колода «Универсальный ключ Таро». Вот так выглядит коробочка. Вот так выглядит рубашка у этой колоды. Тоже очень-очень много её используют. Новенькая обложечная карта. А те, которыми я работаю, рабочая колода, она, конечно, уже постёрлась немножко. Но ей месяцев, наверное, восемь этой колоде. Смотрите, как выглядят арканы здесь. Очень многие выглядят прям почти так же, как на классических, обычных, простых арканах. Но в основном, конечно, здесь отрисовка несколько другая. Вот аркан солнца, например, совсем другой, не такой, как в классике. Обращайте внимание на отрисовку аркана, потому что в разных колодах арканы могут немножко иметь, конечно, разные оттенки значения. Именно из-за деталей отрисовки самого аркана. Ну вот, видите, другие. Давайте я вам даже для сравнения сейчас возьму вот эту колоду, к примеру. И у нас здесь туз жезлов выпал. Я вам здесь найду туз жезлов и покажу, как он выглядит здесь, в этой колоде, в классической. Это не столь уж принципиально, но тем не менее. Вот, смотрите, как выглядит в классической колоде. И как выглядит в универсальном ключе Таро. То есть это разные картинки уже, но принцип один и тот же. Поэтому эта колода универсальный ключ, она также подойдет для новичка. Но все же я рекомендую вам брать чистую классику, потому что здесь уже нюансы вы сами видите. Несколько другая отрисовка. Но если прямо вот лежит душа к этой колоде, можно ее взять. Итак, это те колоды, которые подойдут для новичка. Самый лучший вариант, еще раз повторюсь, чтобы вы запомнили хорошо, это вот такой вариант классики. Самый-самый лучший. Поэтому хотя бы одну классическую колоду вы обязательно должны иметь. Пускай это будет ваша первая учебная колода. А дальше уже любые берите, какие вам понравятся на ваш вкус. Какие колоды не подойдут для новичка? Очень часто я вижу, как девочки, да и мальчики тоже хотят сразу взять какую-нибудь чувственную, эротическую колоду и думают, что с ней они обучатся быстро и успешно. К сожалению, нет. Вот, допустим, у нас колода «Магия наслаждения». Посмотрите на прорисовку. Абсолютно другая. Вообще другая. Да, такие колоды хорошо, очень чувственные моменты некие раскрывают, вообще вопросы чувств, взаимоотношений. Но такие колоды вы сможете использовать только тогда, когда вы уже на зубок изучили классическую колоду Таро Райдера Уэйта. Поэтому такая колода вам не подойдет. Вот эта колода, колода Монара, колода Декамерон. Вот эти все колоды не спешите приобретать. Вы можете приобрести, но пока отложите их на полочку и пускай они ждут какого-то лучшего момента, когда вы уже обучитесь. Вот, допустим, Таро Безумной Луны. Очень интересная колода, но вы здесь ничего не поймете. Здесь абсолютно другая прорисовка. Видите, какая, да? Экстравагантная. И вам будет очень-очень-очень-очень сложно. Очень сложно. Несмотря на то, что здесь подписаны у нас арканы, тем не менее. Но младшие арканы не подписаны. Так, и... Еще хочу показать. Хорошая есть колода. Колесо года называется. Но здесь тоже другая прорисовка. Другая. Она веселая. Она такая, знаете, задорная. Она очень-очень болтливая, очень говорящая. Яркая, красочная. Но совершенно другая прорисовка. И для новичка будет очень сложно понять вообще, о чем здесь идет речь. Я с этим столкнулась, потому что я эту колоду купила вторую. И пыталась обучаться по ней. И это было очень сложно. Это было очень сложно. Поэтому я в итоге вернулась, естественно, к классике. И еще важный момент, на который я вам должна указать. Когда вы приобретаете колоду, обязательно смотрите, чтобы у вас шел номер аркана. Вот здесь это младший аркан. Тут жезлов, допустим. Единичка. И внизу, чтобы была подписана масть. Потому что даже если вы будете видеть прорисовку, да тут жезлов, допустим, нарисован, то вы все равно будете теряться, как новичок. Дальше. Шестерка. Кубков. На многих колодах нет либо номера, либо вот этой надписи. Поэтому смотрите, чтобы это обязательно было. Чтобы арканы были подписаны. Нулевой старший аркан. Аркан дурак. Четырнадцатый старший аркан. Умеренность. Есть некоторые колоды, которые даже еще и кратенькое значение здесь пишут внизу. На которых описано кратенькое значение. Ну, если хотите, можете приобретать такие колоды. Меня больше отвлекала эта информация, честно говоря. Поэтому я такую колоду не стала брать. А вы можете взять, если вам это будет удобно. В общем, обратите на это внимание. Обязательно номер, обязательно название масти, которых четыре. Вторую. Это жезлы, мечи, пентакли и кубки. Вот все, пожалуй, что я хотела вам сказать по этому поводу. Если вы доверяете мне и хотите обучаться у меня, жду вас на своем обучающем курсе. Буду рада помочь вам познать волшебный прекрасный мир. Мой курс очень конкретный. Описание курса будет под этим видео. Я предлагаю видео уроки. Естественно, мои личные. Видео уроки очень конкретные. Я предлагаю печатные материалы со значениями арканов, которые я собирала из разных источников. Значения арканов в разных ситуациях жизненных. Тоже сжато, тоже все самое основное, чтобы вы не путались. Поначалу это очень важно, не путаться. И это, конечно, схема раскладов. Это видео, которое описывают некоторые схемы раскладов. И сами схемы раскладов, самых основных, самых таких ходовых, которые я использую в своей практике. Ну и также, конечно, у меня есть чат с девочками, с моими любимыми коллегами, студентками, единомышленницами, в котором мы общаемся, поддерживаем друг друга, отвечаем на вопросы, рассказываем свое видение расклада. Вы в любой момент можете туда свой расклад выложить в этот чат. И мы его обсудим вместе с вами. Спасибо вам большое за внимание. Больше не буду вас утомлять. Я надеюсь, моя информация была для вас полезна. Желаю вам счастья, любви, всех благ, всего самого-самого прекрасного. И, конечно, настойчивости. Если вы уже поставили цель обучиться, стать тарологом, то, пожалуйста, двигайтесь целенаправленно, двигайтесь с энтузиазмом, не бойтесь никаких преград. И у вас все получится. Всех вам благ, всего доброго. До свидания.